Доброе утро, коллеги. Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, уже 16 мая, друзья, у нас 2018 года. Среда, среда очень активный, всегда трендовый день, поэтому настраиваемся на серьезную работу. Давайте посмотрим, как прошел вчерашний день и чего ждать сегодня. Технический анализ. Биткоин, коллеги, пробил все-таки сильный уровень поддержки, 8.367 снижается, ну и смотрит вниз, конечно. Пока в моменте. Да, другие валюты. Эфир, классик, неудивительно, что они сейчас повторяют, поэтому эфир просто вниз, лайткоин вниз, эфир, классик вниз, зикэш вниз, но меньше других, он глубже проходил, но сильнее уже отбился. Дэш вниз, манера вниз. Американский сорт нефти, друзья, все-таки закрыли вчера его в минусе, хотя был сильный проход наверх, сильный проход вниз, но закрыли все-таки в минусе. Сегодня пытается отрасти. Пока тишина, так сказать, сегодня на рынке. И вчерашняя тишина, видимо, позволила закрыться в минус с нефти. Пока не видно движения наверх, ну и снижения тоже никакого нет, пока боковик. Индекс доллара, друзья, вчера, конечно, сильно удалось ему вырасти, но прямо, да, доминирует, доминировал доллар вчера, начиная где-то с 14 часов, да, 14, 15, 16. Смотрите, прям все обновляет здесь. Обновился он на уровне 93,29 каи. Даже больше чуть-чуть. Сейчас я поправляю. 93,30, да. Сейчас некоторая просадка идет в торговом диапазоне, но такое впечатление, что флаг накапливает силы. Такое впечатление, что доллар просто тупо доминирует, друзья. Ну, соответственно, неудивительно, что еврик вчера у нас так подснизился, и сегодня тоже вниз смотрит. Фунтик снизился, пробил важные уровни все. Вот сегодня, мне кажется, ретест какой-то может быть, хотя тоже пока вниз смотрит. Доллар иена вчера вырос, сегодня несколько отбивается. Доллар-франк вчера все-таки в плюсе, он закрылся, сегодня снижается. Доллар-канадец вчера в плюсе, сегодня снижается. Австралиец вчера упал, сегодня отбивается. Новозеландец вчера упал, сегодня отбивается. Золото оба вчера, посмотрите, так и закрылось внизу, сегодня пытается отбиться. Серебро вчера вниз сильно, сегодня отбивается. Коллеги, такое впечатление, что после вчерашнего решительного прохода какая-то коррекция может быть, во всяком случае намек на это по всем инструментам глобально есть. Но мне кажется, это может развернуться в любую секунду, и поэтому я бы, честно говоря, доллар не продавал. Вчера с утра тоже была некоторая просадка, тоже ждали какую-то коррекцию с утра, звучали эти мысли, но видите, как все пробивается наверх. Пока, во всяком случае, то, что я вижу на рынке с технической точки зрения, меня не убеждает, что вот этот ретест, вернее, что вот этот проход вниз, эта коррекция такая серьезная, глубокая. Пока да, пока покупать доллар смысла нет, поскольку он в минусе под нем. Если спросите меня сейчас, наверное, можно продавать с утра, да? Вот тоже в рамках, давайте поставим часовую графику, в рамках вот этого узкого торгового диапазона. И в любой момент при подходе вот сюда к отметке 92.94 я бы рассматривал уже поиск точки входа в покупку. В любом случае, поиск точки входа в покупку под индекс доллара и доллара в инструмента, мне кажется, сегодня находятся в приоритете. Далее, коллеги, давайте посмотрим глобальные новости. Глобальная новость сегодня, ну, она вчера как бы случилась, мы узнали о ней сегодня. Северная Корея отменила переговоры с Южной Кореей из-за учений Южной Кореи и США в регионе. То есть, как бы, знаете, все расписывают, что вот там дружба уже, все. И вчера я говорил о том, что уже начали разбирать ядерные полигоны, ядерные лаборатории и так далее, и так далее. Все это пока, ну, скажем так, да, это есть, это смягчает обстановку. Но смотрите, в любой момент это может закончиться, потому что, ну, Северная Корея считается это провокацией. Типа, раз мы подружились уже, что же вы учения проводите с американцами, направленные, ну, очевидно, против Северной Кореи. Ну, тут тоже логика есть. В общем, путь этот будет небыстрым и долгим. Поэтому Северная Корея остается в центре внимания. Оттуда может сегодня прийти обострение, которое подтолкнет и нефть, и доллар наверх. Дальше, друзья, биткоина удивила. Смотрите, в Америке компания Schmitt Naturals готова продавать свою продукцию. Это связано с медицинскими товарами, с лекарственными средствами, через систему BitPay с использованием биткоина. Все, уже интернет-торговля на основе биткоина пошла, пошла в Америке. Конечно, это сильный-сильный такой толчок дает всему рынку. Далее, друзья, обостряется обстановка между Россией и США. В США, вы знаете, заявили вчера вечером о готовности к новым санкциям против России. Это заявила замминистра финансов США Сигал Ман-Делкер. По ее словам, это будет ответом на злонамеренные действия Москвы. Здесь целый ряд проблем, естественно, звучит. В том числе, Вашингтон увидел в открытии вчерашнего Крымского моста. Не только попытку России припить оккупацию Крыма, но и попытку воспрепятствовать судоходству через Керченский пролив. Резко наехали за Крым одновременно. Ну, и опять эти санкции. ЕС поддержало это американское движение. И назвали, в Евросоюзе назвали открытие Крымского моста нарушением суверенитета Украины. Посягательством на территориальную целостность Украины. Так добавила внешнеполитическая служба Украины. В общем, там, естественно, США, ЕС и Украина, они выступили резко против тоже обострения на ровном месте. Далее, коллеги. Ну, и вы знаете, в ООН рассматривали вопрос, Совет Безопасности рассматривал вопрос о событиях в Иерусалиме, где стрельба. Где более 50 человек погибло из-за того, что туда перенесли посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Ну, вот США заблокировало решение, осуждающее это действие. Вот так что США прямо встало позади Израиля в этой части. Ну, понятно, речь идет о первопричине в виде посольства США. Было бы странно, если бы американцы не поддержали эту тему. Ну, жестко, жестко говорят, что, так сказать, так и должно быть. Ну, не знаю, в 21 веке положили более 50 человек, просто тупо полицейские постреляли арабов, и все. И так надо, да. Тоже тут, знаете, жизнь человеческая для американцев ничего не стоит. Ну, нехорошо. Хотя бы осудили как-то, ну что, чрезмерное насилие или что-то. Нет, нет, все нормально. 21 век. Далее, друзья. Решение о блокировке Телеграм до сих пор не вступило в силу. Оба, оба, соответствующая отметка удалина с сайта Таганского суда. Тогда верните Телеграм в зад. Зачем вы его отобрали? Зачем? У меня блокирован Телеграм. Верните мне Телеграм, если решение о блокировке Телеграм не вступило в силу. Вы зачем на основании суда порубили Телеграм, если оно еще не вступило в силу? Это официальная новость. Реа новости. Это не какой-то там, знаете, блогер или кто-нибудь еще написал. Это официальная новость. Верните, восстановите Телеграм, если у нас правовое государство. Верните Телеграм. Алло. Далее, друзья. Алексей Мордашов, владелец силовых машин, попросил у правительства 7,5 миллиардов рублей на создание российской газовой турбины. Бизнесмен обратился за господдержкой после того, как его компания оказалась под санкциями США. О, что-то уже они смеются над санкциями. И зачем мы будем помогать Мордашову? Он миллиардер. Пусть возьмет свои 7,5 миллиардов рублей и создает российскую газовую турбину. Почему на деньги государства? Да, деньги государства может и государство само создать. Я вот не понимаю, почему олигархи просят денег у государства. Зачем? Создавайте госпредприятие и делайте на государственные деньги свое. А олигархи пусть на свои деньги развиваются. Я не понимаю, что происходит. Далее, коллеги. Россия по числу преступлений против бизнеса вышла на пятое место в мире. Сравнялась с Угандой. У нас такое не сильно благоприятное условие для бизнеса в стране. Далее, коллеги. Более 50% россиян увидели угрозу начала Третьей мировой войны из-за Сирии. 57%. Народ понимает, что там заходит по-крупному. В Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр. Оба-на! Ученые выявили смертельную опасность физических нагрузок для мужчин. Я всегда это говорил. Не бери дурного в голову, тяжелого в руки. Британские ученые доказывают, что систематическая физическая активность на работе повышает у мужчин риск преждевременной смерти. Все. Это международная группа ученых. Об этом сообщает British Journal of Sports Medicine. Прекратите тягать штанги, гантели. Зачем оно вам? Организм естественным образом. Вот турничок, работайте со своим весом, бегайте. В игровые виды спорта играйте, пожалуйста. Но большая физическая нагрузка, конечно, спритерельно опасна. Сосуды вес не расширяются. Давление, когда вы тянете штангу, давление у человека при любой штанге 250. При норме 120. В два раза стреляет давление. Какая в задницу штанга? У кого есть, выбросьте в мусорку. Пусть дураке ей занимаются. Не гробьте себя. Не гробьте себя. Вы что? Это все плохо заканчивается. Слава Богу, что стали разрешать врачам об этом писать и говорить. Никакого спорта. Это только физкультура. Далее, коллеги. Главное событие следующей недели. Семинар. Игорь Суздальцев, генеральный директор ЭКТ-менеджмента. Друзья, ЭКТ-менеджмент – это управляющая компания, которая является оператором Интерстрима, в том числе Эйтрейд ТВ. Редактор Интерстрима Эйтрейд ТВ. Выступает на форуме 22 мая во вторник Криптоэкспо Москва 2018 с темой Интерстрим-маркетинг на рынке криптовалют и инвестиционных токенов. Почему эта тема важна? Объясняю. Потому что все, кто остается с телевидением и стримингом, то есть односторонним движением, сейчас проигрывают. Приведу два примера. А-Маркетс. Компания, вы знаете, брокерская компания. У нее был активный спикер. И Артем Деев у нас выступал. Мы с ним бились на битве трейдеров РБК-ТВ. И вот его нет. Я думаю, а что ж такое Артема нет? Нажимаю на русский язык. Это англоязычная версия А-Маркетс. Нажимаю RU. И что я вижу? Bad request. Все. Нет русского языка на А-Маркетсе. А-Маркетс. А я им год назад говорил. ФИБА вас ликвидируют. Потому что у них Интерстрим. А у вас стриминг на Ютубе. Ютуб сейчас никому не нужно. Сейчас аккаунт на Ютубе признак непрофессионализма. Это детский лепет. Итак, развлечение. Другой пример. Помните, мы приглашали на новости АЭС метро Кэшэнд Кэрри. Я им тоже говорил. Не надо использовать Ютуб. Уже все. Уже Интерстрим. То есть многостороннее вещание, куда любой человек может зайти в прямой эфир и выступить. Они говорят, нет. Мы с блогерами будем работать. Вложили кучу денег в блогеров. И вот результат. Владелец метро Кэшэнд Кэрри получил убыток из-за бизнеса в России. Они не только упали резко в доходности в России. Они и всю прибыль группы за год, а это во многих странах, съели вот такой страшный убыток, который нанес ущерб всей группе. Вот ваши блогеры. Доигрались. Доигрались. Поэтому тема, я к чему говорю, что тема Интерстрим-маркетинг на рынке криптовалют и инвестиционных токенов, она для того и придумана, чтобы не допустить такую же ошибку на рынке криптовалют. Чтобы не было такого же провала. Потому что и сейчас рассказывать о любом событии, явлении, бизнесе, не давая возможности человеку высказаться, это уже никому не нужно. Поэтому и телевидение, и стриминг теряет, уже теряет. Все. Ютуб – это новация десятилетней давности. Все, отыграно давно. Интерстрим. Причем Интерстрим, я думаю, что сейчас будет резкий рост Интерстрима у самых разных источников, у самых разных провайдеров. Я стараюсь удержаться в российской зоне. Вы знаете, я с января прошлого года, уже полтора года, ведем речь о патенте на способ Интерстримного вещания в России. Поэтому сейчас удерживаемся в себе возможными способами. И в том числе все новые виды деятельности пытаемся сразу внедрить Интерстрим, чтобы и мы развивались, и они развивались. А сейчас вот с Амаркетсом какая ситуация? И мы прибыль не получили, и они закрылись. С метро кэш-энд-кэрри. Какая ситуация? И мы прибыль не получили, и им кирдык. Потому что, понятно, головная группа сейчас начнет разгон. Что у вас за дела такие? 91 магазин, супермаркет, метро кэш-энд-кэрри в России, и убыток такой дали. А мы там точно нужны 91? Сейчас тут начну тоже разбираться, потому что капитализм очень жесткая штука. Если убыток, сразу начинают резать убыточные магазины, убыточные виды бизнеса. То есть у кэш-энд-кэрри сейчас, после этого годового отчета, конечно, будут трудные времена в России. Ну и сами виноваты. Я им год назад говорил, что блогеры, никому сто лет не нужны эти фейковые миллионы зрителей. У нас в России миллион пользователей, если это есть, хорошо. А там прям миллионы у каждого блогера, по два, по три миллиона зрителей. Ну такая бредятина. Ну то есть все это фейковое на 99% совершенно точно. Поэтому беседа, беседа самого производителя товара, услуги, знания с людьми, ответы на вопросы, возможность для них высказаться, вот сегодня стратегическое направление развития. Поэтому все приглашаю на мой семинар. Будем об этом подробно говорить. Далее, коллеги. А и, кстати, есть хорошая новость. Главная новость дня. ФАС, Федеральная антимонопольная служба, отказалась считать сайты, зарегистрированные на других доменах иначе, чем РУ, СУ и РФ, нарушающими закон о рекламе. То есть, если у вас три доменные зоны, согласно ФАСу, РУ, СУ и РФ, вы должны подчиняться закону о рекламе. Например, не рекламировать Форекс. А согласно, если у вас другие доменные имена, вы можете делать все, что хотите. Например, на YouTube, считает ФАС, действие закона о рекламе не распространяется. Оба-на! А у нас Utrade TV. Так мы, получается, все, что хотим, можем делать. А второй портал у нас – Новости АЭС. То есть, один портал сейчас канадский, ТВ, второй АЭС – Исландский. Оба-на! То есть, получается, закон о запрете рекламы Форекса на нас не распространяется, согласно ФАСу. Вот на smartlab.ru распространяется. Точка.ru. А на Utrade.tv не распространяется. Конечно, это абсолютно правильно. Но я не думаю, что позволят так трактовать, поэтому наглеть мы не собираемся, но на всякий случай, естественно, я эту новость сохраняю в избранном у себя, потому что новость серьезная. Это большой шаг, большой прорыв. Если ФАС сможет на этом устоять, у Utrade TV будут хорошие времена. Далее, коллеги. Давайте посмотрим, что у нас по нефти было вчера. Вчера по нефти мы видели buy. А, блин, закрывать все равно в минусе. Да, монета вчера промахнулась. Давайте спросим у нее сегодня. WTI закрылась в минусе. Давайте спросим у нее сегодня, что она думает по нефти WTI. Обаньки и смотрим все вместе. Sell сегодня видит монета. Глобальные макроэкономические новости. Давайте начнем со вчерашнего дня, кстати. Какие вчера у нас предварительные запасы по нефти вышли? 23.30 предварительные запасы сырой нефти 4,8 миллиона. Да, тоже неутешительный прогноз для нефти. Ну, а сегодня ВВП Японии было 0,6, стало минус 0,6. Обаньки. Обаньки. Вот интересно. ВВП стало минус 0,6, а иена в моменте укрепляется. Пойди разберись. Далее, коллеги, что сегодня в среду еще у нас? Из того, что я отсматриваю, выступление главы ЕЦБ Драги я вижу в 15.00. Американская стата уже, ничего тут не строительство, ничего уже это не работает. Ну, и запасы сырой нефти в 17.30. Да? Вот из главного. В 19.00 речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана. Кто у нас торгует франк, обязательно тоже посмотрите. Подводим итоги, коллеги. Подводим итоги. Итак, на мой взгляд, из того, что вот сейчас мы видим в моменте, мы торгуем интродей, индекс доллара сегодня настроен на коррекцию. Поэтому я бы его сейчас в моменте продавал, а другие инструменты покупал бы. Биток тоже настроен на коррекцию. И нефть тоже не сильно покорвется. Но вот нефть я бы вообще сегодня отложил. Доллар бы в моменте попродавал по индексу, по другим инструментам. Ну, выбирайте уже стратегически, по которому вы видите усиление, вернее, ослабление доллара может быть максимальным. Но продавал бы очень осторожно, короткими перебежками, небольшими латами. Потому что сейчас малейшая новость обострения и Сирии, и Северной Кореи, где тоже внезапно, видите, несогласие вышло. На линии США-Россия, там 150 может быть разных причин. Конечно, ситуация может измениться. Поэтому короткие стопы, небольшие тейп профиты, небольшие латы на продажу индекса долларов, на продажу индекса доллара и долларов инструментов вполне допустимо. При первой же возможности ставим без убыток. Потому что стратегически рост доллара на сегодня, он ничем, так сказать, не опровергнут, и ничто его не ограничивает. Да, пока тишина, но мы видели в понедельник, как стрельнуло. Вчера вот не стрельнуло, а в понедельник стрельнуло. Ну, если не стрельнет, значит, вы так будете без убыток вниз подвигать, подвигать, следовать за снижением доллара. И так потихонечку заработаете. А если стрельнет, вас выбьет, тогда будем перебываться, причем стрельнительно. Спасибо большое, коллеги. Всем удачи сегодня.